Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко, я управляющий партнер компании Лист Стартап. В этом видео и в этой серии видео мы отвечаем на вопросы подписчиков. Значит, Геннадий спрашивает нас, что делать скрам-мастеру, если к команде присоединяется новичок без опыта работы, типа выпускника вуза, к команде присоединяется новичок с опытом работы, но незнаком с agile, к команде присоединяется новичок с опытом работы, прекрасно знаком с agile и ясно видящий, что команда вообще неправильно делает, продуктовая компания, одна из команд пытается освоить скрам, но владелец, он же SEO-компании, продолжает отдавать команды в обычном авторитарном режиме. Окей, первый вопрос и на самом деле второй тоже. Что делать, если присоединяется или выпускник вуза, или чувак, который вообще без опыта работы с agile? Абсолютно ничего не надо делать, его надо встраивать в работу, то есть я не вижу здесь никаких рисков, каких-то сложностей, все зависит от того, насколько он вообще готов учиться. Если он готов учиться, значит скрам-мастер должен дать ему все необходимые инструменты, компетенции, отправить его на соответствующее обучение, если, соответственно, в компании такая практика присутствует, ну и, соответственно, он пойдет куда-то поучится, что-то поищет. Может какие-то курсы, там куча всего бесплатного есть, ну просто он должен быть готовым к тому, что ему надо учиться. Если он учиться не готов, значит с ним надо прощаться. Ну а, собственно, если он готов учиться, быстро вникать и быстро делать, это самые клевые сотрудники, они быстро учатся, мотивированы и быстро схватывают. Третий вопрос, что делать, если присоединяется к команде сотрудник прекрасно знакомый с agile, но он видит, что команда вообще неправильно работает? Ну, тут вопрос, зачем тогда в эту команду присоединяется такой человек, если команда в принципе не хочет работать по agile, им это не нужно, возможно, им реально это для бизнеса абсолютно никак не нужно, то есть agile уже не панацея, бизнес ценности и увеличение прибыли. Соответственно, если команда и так летит вперед, классно, зачем что-то менять, не вижу вообще смысла, ну, если человеку там некомфортно, пускай не работает. Соответственно, если он хочет строиться, если он знаком с agile, он должен знать, что в случае, если он хочет начать какие-то драйвить изменения в компании, делать это нужно мягко, нативно, то есть подсвечивать какие-то слабые стороны, узкие места, возможно, занять роль скрам-мастера, внедрить эти перспективы и сделать так, чтобы остальные загорелись этим. Ну, то есть, соответственно, он должен просто начать драйвить эти инициативы, но если они никем не будут подхвачены, тогда два варианта, либо он плохо это делал, либо, соответственно, ну, команде просто это не нужно и вообще никак не коррелирует с agile ценностями, в принципе, данная компания или команда. Ну, если так, то значит, он просто не совсем туда попал, куда надо, но в этом не вижу ничего плохого, поэтому просто дорожки идут в разные стороны, вот, то есть здесь, по-моему, все довольно прозрачно. Четвертый кейс достаточно распространенный, если одна из команд в продуктовой компании пытается освоить скрам, но, как бы, SEO отдает команду в авторитарном режиме. Тут, опять же, драйвить изменения снизу наверх, как бы, тут надо, если есть у ребят такой, как бы, запал, если они действительно хотят драйвить agile, ну, значит, они просто это делают так, как хотят и стараются со стейхолдерами, в том формате, в котором в этой компании это возможно, улаживать все недопонимания или, наоборот, приглашать чаще собирать обратную связь. Если человек, ну, прям совсем никак не хочет в этом участвовать, что очень вряд ли, ну, поинтервьюировать его, понять, какая бизнес-ценность, то есть с agile подходами подходить вот из этой ячейки, как бы, снизу вверх, соответственно. Приглашать топ-менеджмент, конечно, на максимальное количество мероприятий, драйвить дальше, возможно, кросс-опыление, да, то есть его драйвить, заражать другие команды этой же истории. Лучше всего, конечно, когда это с головы идет, да, то есть, как бы, если идет снизу, а там, как бы, наверху совсем все прям вот очень твердо, и человек никак не хочет или там группа руководителей никак не хочет в agile практики вникать, ну, значит, им это не нужно. То есть, как бы, тут не надо заставлять, ну, значит, как бы, так все хорошо работает. Они столкнутся в свое время с какими-либо сложностями, с какими-либо, может быть, черными лебедями, да, то есть, когда, ну, ребята встречают какие-то очень-очень внештапные ситуации, которые, бам, случились почему-то, да, и, соответственно, там можно подсветить, ребят, смотрите, вот это произошло потому-то, если мы будем делать вот так по-другому, то вот от этого можно будет застраховаться и драйвить изменения за счет бизнес-ценностей, которая вот на том языке, на котором общается топ-менеджмент, которая им понятна. То есть, приходить с этими инициативами и говорить, что вот это сделать вот так может, соответственно, если будем делать вот так. Ну, а там смотреть, получается, не получается, если получается, и, как бы, бесконечно же не надо стучаться в одну и ту же дверь. Ну, если нет, ну, можно, как бы, сменить компанию. Если там какие-то есть подвижки, ну, значит, классно драйвить их дальше, собственно, вот. Так что, ответил на вопрос Геннадий, мне кажется, подписывайтесь на канал, будет больше вопросов, мне кажется, развернуто ответил, и будем на ваши вопросы отвечать тоже, подписывайтесь у нас на сайте, на все ссылочки, кликайте, переходите и участвуйте в наших тренингах.